Что есть такого в ЖКХ Москвы, чем город имеет полное право гордиться? Первое, это самые крупные в мире инженерные системы. Самые крупные в мире? Да. Больше, чем в Нью-Йорке? Крупнее нет даже в любом северном городе нашей планеты. В цифрах это поражающее сознание объем. Это 16200 километров тепловых сетей. 16200 километров. Тепловых сетей, фактически половина экватора. Более того, скажу, если мы говорим про электрические сети, их протяженность кабельных линий в Москве 105 тысяч километров кабельных линий. Впечатляющие цифры. Это один из проектов, который успешно реализуется в Москве. Что мы видим все? Конечно, Москва меняется очень быстро и меняется к лучшему. Ну хорошо, а трубы сегодня? Вот откровенный разговор. Трубы, центр Москвы. В каком состоянии? В состоянии, которое позволяет обеспечивать требуемый уровень надежности. Например, водопроводно-канализационное хозяйство. Уровень обновления по инженерным системам, если в целом по стране износ вырос, то у нас в Москве он снизился более чем на 2% за последние 6 лет. Мне кажется, что достижения Собянина недооцениваются нашим населением. Вот я недавно имел разговор с представителем одной из крупных глобальных риэлторских компаний, и он сказал, что довольно непопулярное в Москве расширение пешеходных зон на самом деле мечта многих европейских городов. И он привел пример Лондона, где недавно за значительно большую сумму был реализован гораздо более скромный проект. Всего лишь прокладка некоторого количества велосипедных дорожек в центре города. Отнюдь не такое масштабное благоустройство с созданием гигантских пешеходных зон. Не уделялось должного внимания формированию общественного пространства. Прежде всего улицы, скверы, это прежде всего дворовые территории. Ну, такие широкие тротуары нужны. Это часть философии прежде всего. Победить растущую автомобилизацию невозможно только методами строительства. Мы не можем изменить и перестроить строительскую часть города. То есть вытеснить автомобили из центра всеми возможными способами? Нет. Создать комфортную среду для пешехода. Конечно, надо пользоваться общественным транспортом. Эта идея правильная. Но странновато доказывать человеку, что ему из магазина на неделю продукты удобнее нести или везти на общественном транспорте. Мы же не уменьшаем количество полос. И если мы создаем безопасность... А что, аварий стало меньше на дорогах, когда тротуары стали широкие? По статистике, да. Так как они сужаются... Полосы на дорогах? Скорость уменьшается. Мы не можем застраховаться от каких-то экстремальных ситуаций ночного времени, пустого города, когда происходит движение на больших скоростях. Но в текущей ситуации, так как скорость становится меньше, то внимательность водителя повышается. То есть возможность управления транспортным средством повышается. Основная благодарность жителей – это количество жителей на улице. Ну, гуляют многие, конечно. И когда люди вышли на улицу, когда они стали гулять, когда они пошли по пешеходному пространству, когда они стали любоваться городом, это, наверное, основной фактор, который говорит о том, что мы идем правильной дорогой. Вот Сталин. Если бы Иосиф Сталин не строил в Москве мосты такой вот ширины, в том числе и в 30-е годы, то сегодня был бы полный коллапс. Тротуары больше переделываться не будут никогда. Но через 100 лет другое будет движение, в том числе и по тротуару. Многие люди, которые живут сегодня, их не очень волнует ситуация, которая будет через 100 лет. Если бы Сталина не волновали мосты, какие широкие он делал, а машин было всего ничего. Но вот Сталин думал на 100 лет вперед. Есть ситуации, когда мы можем действительно подвергать марию критики, например, когда были ливни и не очень хорошие ливневки. В центре города. Но, посмотрите, сейчас идут ливни. Хотя бы одна проблема с ливневками за последние два года была. Три-четыре года назад их было много. Показывали эти плавающие улицы. Сейчас ливни, грандиознейшие ливни. Хотя одна проблема была. Снизился уровень опасности. Правильнее даже сказать не опасности, а правильнее сказать, что вырос уровень надежности сетей. Как следствие того, что уменьшился уровень износа. А почему в самом деле никто не делает сравнительный анализ, например, как в Лондоне и как у нас в Москве сегодня? Причем все это обошлось дороже, делалось гораздо медленнее. И население, как потребители услуг города, не привыкло заниматься таким сравнительным анализом. Население, ладно, а журналисты, а политологи те же. Потому что на самом деле, как благоустроен центр города, я бы, пожалуй, сравнил Москву только с Мадридом. Тоже широкие мостовые, большие пешеходные зоны. Очень комфортно гулять по городу. Москва давно должна была решить вопросы коммунального характера. Но сам факт, о трубах говорим, о трубах, это очень важно для любого города. Сам факт, что падение, износ труб, все это остановлено. Рост надежности 2%. Кто-то скажет, это копейки. А профессионал понимает, что 2% для всех труб города, это же огромное хозяйство. Это совсем не мало. Вот главное, что в Москве сделали, синхронизировали ремонт труб и ремонт дорог. Правда, не везде. Раньше так не было. Еще в ряде районов встречаются замечательные случаи. По свежему асфальту начинают выкапывать ямы для прокладки новых труб. Мы довольно часто видели, как положили асфальт, потом его поднимают, труб забыли положить. Валентина Ивановна Матвиенко в свое время чуть не уволила двух председателей петербургских комитетов, когда накануне Петербургского форума на Васильевском острове положили асфальт, а сразу после форума разрыли для того, чтобы трубы менять. На заседании правительства я такой возмущенный Валентин Иванов не видел никогда. В среднем по стране износ прирастает, к сожалению. Инфраструктура, конечно же, инженерная, требует обновления и серьезных инвестиционных вливаний. Это же огромные деньги на 2% плюс, учитывая гигантские площади города. То, что я вам сказал, тепловые сети, это только часть 16200 километров, а действительно водосточная сеть почти 8000 километров, водопроводная сеть 12000 километров. Шесть раз достаточно. Да, а канализационная почти 8000 километров. Конечно, есть еще и старые канализационные сети, которые и 70, и 100 лет, и которые даже находятся в работоспособном состоянии. Поэтому подходить просто, труба отработала свой срок, ее нужно менять, тоже неверно. Мы перешли в Москве на такой подход программно-целевой. Вот нет такого, что мы работаем по бухгалтерии или чисто по нормам. Мы диагностируем состояние инженерной системы, если видим, что можно пролонгировать ресурс ее использования. И тем не менее, сколько при Собянине уже новых труб? В год в среднем реконструировано 1300 километров тепловых сетей. 1300? С 12 по 2016 год. А новых более 300 километров проложено тепловых сетей. Попробуйте погулять по тротуарам Лондона. Я несколько раз это сделал уже после прогулок по широким новым тротуарам Москвы. Наступаешь на кого-то всякий раз. В Лондоне давно пора делать светофоры для пешеходов. Ты идешь там в центре города в непрерывной толпе, ты не можешь не ускорить шаг, не остановиться на месте. До этого в Москве зайти в магазин, зайти в кафе. Такого рода времяпривождение на улице было не очень комфортно, потому что действительно тротуары были тесные. И на любой периферийной улице эти тротуары были заставлены машинами. Особенно зимой приходилось лавировать между сугробами, гололедом и вот этими машинными банкерами. По такому городу гулять не захочешь. А сейчас, даже зимой, большинство этих тротуаров являются чистыми. Снег убирают почти сразу, как он выпадает. По ним можно гулять даже в снежную погоду. И даже при сильном морозе это не очень обременяет. Скажите, а качество воды? Какая вода сегодня? Честно, лучшая в мире вода. Объективно. Неужели это правда? Правда. Как достигли? Я много читал об этом. Но поверить, лучшая вода в мире. Нет, это надо проверять. Джентльмены не спорят о фактах, Олег Алексеевич. У нас качество воды было, сейчас тебе скажу, где-то 46-47 место. И опять мы не верим в очевидные факты. Это действительно не слова. Воду можно пить из-под крана в Москве. Последние годы технологические новшества позволяют говорить именно о высоком качестве воды. По ЖКХ ни одной аварии? По ЖКХ ни одной аварии. В 2017 году? В 2016. В 2016 году. Когда эти цифры звучат, вон реакция Олега Попцова. Откуда они эти цифры? Кто сказал? Надо проверять. Какое-то изначальное заложено недоверие. С одной стороны, мне кажется, у нас есть серьезные исторические основания для недоверия. А когда последний раз в Москве власть обманывала людей? Если говорить вообще за период шести лет, отопительный период, если у нас было 643 инцидента на тепловых сетях, то сейчас мы аварийность на тепловых сетях свели к нулю. Было 643 крупных инцидента. Я прошу еще раз обратить внимание на эту цифру. 643 крупных аварий в предыдущие годы. Мы этих цифр не знаем. Насколько они реальны? 100% реальны. Воду стало можно пить из-под крана. Пить из-под крана? При том, что вода и так достаточно хорошего качества. Далее проходят многоступенчатые системы фильтрации, бактериологических анализов, система ультрафиолетовой обработки, озоносорбции. Вот эти многоступенчатые системы обработки и фильтра, которые стоят, позволяют как раз-таки достичь эталонных показателей. Сколько людей задействовано в этой работе? Вообще в системе водоканала работает 12 тысяч человек. А при советской власти сколько было работников? Приблизительно такое же количество. Но объем увеличивается в 2-3 раза. А вот здесь как раз интересно. Смотрите, у нас от года к году потребление воды уменьшается. И в первую очередь это связано с тем, что узлы учета жители устанавливают у себя в квартирах. Второе – это мероприятие по энергосбережению. То есть у нас за последние 6 лет, если мы говорим, потребление воды уменьшается от года к году где-то на 1,5-2,5%. То есть слова «энергосбережение» для Москвы – это не пустые слова. Почему, мой вопрос, почему мы не верим в очевидное? Потому что очевидное невероятное. Очень важная тема, помимо того, что сама труба прохудилась, у нее проблемы, протечка или что-то еще. Ведь это же еще серьезнейший ремонт, который создает неудобства для тех людей, которые живут поблизости. Плитку надо поднимать. Разрывать, перекрывать дорогу иногда, соответственно делать обходные дороги. Это очень серьезные расходы. А все так происходит, как будто мы этого не замечаем. Мы слышим цифры, сколько было аварии, сколько сейчас. Рост надежности 2%. Потрясает, но москвичи воспринимают это все как должное. То есть они забыли о том, что порой ежегодно в одном и том же месте копали, вытаскивали трубу, ее там латали, потом засовывали обратно. Но то было забыли в Риме, 90-е годы, город выживал. Я, ты знаешь, очень близок был всегда с Юрием Михайловичем Лужковым и люблю его, и это выдающийся человек с моей точки зрения. Но 90-е годы, когда денег не было, хоть так выживали, латали, да. А сейчас почему не гордимся тем, что все лучшее, что есть в мире, воду можно в Москве пить из-под крана. Кто-то об этом с гордостью вслух говорит. Ну а почему мы не гордимся прекрасными развязками на МКАДе, новыми дорогами, которые соединяют сейчас хорды. А почему не гордимся? Думаю, что это такой специфический московский интеллигентский подход. Им власть хвалить, это нерукопожатным сразу становиться. Мы зимой не слышим сообщений об авариях на труппроводах. Вот этого в Москве действительно нет. Мы понимаем, что это все-таки не Якутия. Семьерные районы с минусовой температурой. Но если на электросетях мы в последние годы сталкивались с авариями в Подмосковье, то с трубопроводами, к счастью, в Москве это не происходит. Прошел жесточайший ураган. За полдня были ликвидированы все последствия, которые мешали нормальной жизнедеятельности города. Где-то там осталось поваленное дерево в саду. Но все, что мешало жизнедеятельности, все, что лежало на проходе, на проезде, еще где-то там, все целиком было ликвидировано. Общественное сознание так устроено, что если что-то хорошее случается, это воспринимается как должное. Не дай бог случается плохое или возникают какие-то проблемы, вот это уже ЧП, это уже объект такой серьезной критики. Или гордиться разручились. Насчет гордиться мы вообще не очень приучены. Я лет 15 назад участвовал в одном совещании городском, где как раз обсуждалось состояние труб в Москве. Труб отопления, труб подачи воды, труб подачи газа в жилые дома и так далее. Говорилось о том, что ситуация предаварийная. По всему. Потому что много десятилетий в московском регионе трубы просто не менялись. И говорилось о том, что это бешеные какие-то нереальные деньги, что это нереально сделать. Потом постепенно началась эта работа, но в последние годы она ведется очень усиленно. Такими темпами, каких, наверное, Москва вообще никогда не знала. Трубы, насколько я знаю, кладут из пластиковых материалов, которые гораздо долговечнее. На 50 лет с этим, да. Во-первых, это упрощает обслуживание трубопроводов сейчас. А во-вторых, это отдаляет сроки, когда их опять придется менять. В этом году город вымостит более 850 тысяч квадратных метров плиточного гранитного мощения. И на сегодняшний день ни одного квадратного метра импортного камня. Это полностью работа российской горнодобывающей промышленности. А сколько заводов участвует в этой программе? Работают прежде всего карьеры, которые работают по добыче. Я могу сказать, что такие знаменитые карьеры, как Мансуровский, Карьер Возрождения, Карелия, Южно-Султаевский и Западно-Султаевский карьеры, это Челябинск и Екатеринбург, они работают на полную мощность. Объем добычи в Мансуровском месторождении идет порядка 6500 кубов камня в месяц, чтобы обеспечить напил плитки. Центр Москвы, если в процентном отношении, вот сколько улиц уже сделано и трогать их больше не будут? За период с 2011 по 2016 год было реализовано 203 объекта по программе «Моя улица». Это половина центра? Большая половина центральной части. Уже все трогать, больше не будут асфальт, плитку, никогда. Да, половина центральной части города на сегодняшний день выполнено комплексное благоустройство именно улиц. Следующая половина сколько будет делаться? Это займет от года до двух, мы закончим все улицы. А дальше от Садового кольца? От Садового кольца мы... 5-7 лет весь город? Да, если взяться по тем показателям производительства, которые идем, таких проектов, которые мы сейчас реализуем, наверное, с 40-х годов не было. Вот прошла зима, довольно холодный был январь, плитка выдерживает морозы? Более того, она очень хорошо себя показывает и в эксплуатационном, и в эстетическом плане. Не крошится? Нет. Торчком не встает. В отдельных случаях бывает, но это все устраняется. Предугадайте, когда следующий период наступит, когда будут так же комплексно облагоустраивать Москву, где-то 50-60 лет. Ну вот объясните мне, когда Сталин строил в Москве метро, это было так неудобно для города, как сейчас даже представить себе нельзя. Но люди как-то понимали, что метро на 100 лет. Минимум. А тогда все только под землей, не было наземных станций. И вот это понимание важности дела, оно было у каждого. Великая Ольга Васильевна Лепешинская утром строила метро, а вечером народная артистка Советского Союза уже тогда танцевала китри в Дон Кихоте. То есть брала мотыгу. И так многие? Очень многие. Да. Каждый понимал важность дела. Сегодня, когда вы берете плановые, говорите, сравнимые с теми годами в руки. А вот этого понимания, что навсегда, ну вот чуть-чуть потерпеть, что называется. И красивый, яркий, зеленый город. С плиткой очень хорошего качества. Разве можно сравнить по экологическим показаниям асфальта и эту плитку? Вот этого понимания главного у людей как-то нет. Вы знаете, оно появилось. Или вы не доработали, не объяснили вовремя жителям, что это правда, как вот метро у Сталина или мосты навсегда? Оно появилось. Когда мы с глобальными такими работами начали по центральной части, это Бронная, Спиридоновки, Никитские, Тверская в том числе, действительно было какое-то недоверие со стороны жителей. И мы это ощущали и видели в процессе производства работ. Но когда мы все-таки выполнили свои обещания и поставленные задачи мэром, к дню города мы сдали эти улицы, и люди реально смогли по ним пройтись. И можно заниматься спортом, можно тихий отдых. Они поверили в то, что мы четко отвечаем за те сроки, которые перед нами ставит город. Тепло-сетевое хозяйство Москвы, оно действительно самое крупное в мире. У нас 6 миллионов 700 тысяч литров в сутки возможность подачи воды в Москву. А потребляем сегодня 3300 максимум потребления. То есть двойной запас системы присутствует. Поэтому говорить о том, насколько предельно мы работаем, и насколько это истощает ресурсы, не приходится. А действительно подрядчик два года обязан следить за плиткой, если она торчком встала, то за свой счет? От года до трех лет. И на плиточном покрытии до трех лет. И за свой счет он будет делать не в течение двух, а в течение трех лет. И какие морозы может и обязана плитка выдерживать? Натуральный камень. Выдерживает любые. Любые? Абсолютно любые. Но опять-таки же мы давайте вернемся в том числе и к экономике. Увеличение сразу идет в межремонтных сроках. То есть, соответственно, количество ремонтов сокращается в течение определенного промежутка времени. Соответственно, город начинает экономить в этом вопросе. И сейчас, конечно, те неудобства, которые мы, как говорится, приносим, когда непосредственно ведется благоустройство, это теплый период времени, позволяющий в соответствии с технологией выполнять работу, он очень короткий, всего 3-4 месяца. И люди с пониманием к этому относятся. И они уже знают точно, что к дню города те работы, которые начаты на основной части по программе, они будут завершены. А сколько дополнительных рабочих мест возникает? Город возвращает знаменитый московский фонарь Минкуса. И на сегодняшний день заводы России начинают работать на создание опор освещения, фонарей. И это чисто историческая архитектура города. И какие будут фонари? Фонарь Минкуса был создан в середине 40-х годов и уже пошел в серийное производство в начале 50-х. Вот эти фонари знаменитые, они возвращаются. Это как на улице Косыгина, как в районе зоны МГУ, как на бульварном кольце. И мы эти фонари можем видеть сейчас на Кремлевской набережной, на Тверской улице. Мы возвращаем зелень в город. Какая улица давалась тяжелее всего? И где были сделаны вами откровенные разговоры, ошибки, очень серьезные даже, может, ошибки? Где пришлось по несколько раз потом плитку перекладывать? По всем улицам, каждая улица была индивидуальна, и сложности могли появляться в ходе производства работ, даже предугадать нельзя. Потому что наш город, особенно центральная часть, имеет большую историю. И те геоподосновы, которые мы имеем, зачастую не до конца раскрывают все, что находится под землей. Могут появляться те или иные коммуникации под землей, какие-то сооружения, которые уже заброшены, ненужные и уже не используются. И оперативно, буквально в день, в два необходимо принимать решение, для того, чтобы производство не останавливалось и шло дальше. Это нормальная работа. Я правильно понимаю, что именно вы, ваша компания, отвечает сегодня во многом за дизайн Москвы в центре города? Да, все верно. То есть вот эти все новые улицы, тротуары? Это все наша команда. Я не могу назвать город, к аналогу которого мы стремились. А Москва и не похоже. Конечно, мы смотрели голландские города. Почему именно Голландия? Из-за климата? Нет, тут скорее даже не из-за климата. У голландцев очень высокая проектная культура. До сих пор Голландия дарит миру сильных архитекторов первого ряда. Поэтому это Голландия была, это Англия. Почему неоткуда было взять эту программу и перевести в Москву? Такой программы нигде не было. То есть нет аналогов. Это беспрецедентный случай, когда в городе происходит в таком объеме такая работа. Мы же ведь не только работу свою связываем с благоустройством тротуаров и смощением плитки. Это опять же замена всех ресурсоснабжающих коммуникаций, которые требуется заменить. В 50-х, 40-х годах были положены. Естественно, они уже пришли в негодность. Может быть, даже по прочностным своим характеристикам трубы и не совсем сожжавели, но проходимость их зачастую, там до 90% уже уменьшена. Поэтому все это нужно предусмотреть. И самое главное, выполнить и успеть это сделать до начала основных благоустроительных работ. Мы работаем над программой «Чистое небо». В процессе уже более полутора тысяч километров сетей, новых кабельных сетей, проложенных в городе. И мы убираем и очищаем город от проводов. Но вместе с этим идет обновление систем водостока. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что система вообще уникальна. Такие колоссальные объемы подготовки питьевой воды и обработки сточной воды, наверное, это самая большая в мире. Надо тоже понимать, если мы в этом году укладываем 850 тысяч метров гранитного мощения, и если где-то произошел небольшой провал, может быть, наоборот, там спучивание после зимы, но это, наверное, на всем фоне, это даже ни капля в море, естественно, мы это устраняем. А в целом-то программа, 99,9% она выполнена. А сколько людей сейчас работают в центре, именно на улицах? Только на программе «Моя улица» работает более 20 тысяч человек задействованы. И день и ночь? Естественно, в ночное время выполняются менее шумные работы, это завоз материалов, вывоз мусора строительного. А какое огромное количество людей задействовано еще для организации обеспечения этого процесса? Это заводы асфальта, это бетонные заводы, это заводы по производству непосредственно строительных материалов, оборудования. По проектным мощностям у нас система может подавать 6,5 миллионов кубических метров в сутки. И то же самое очищать стоечной воды в таких же объемах. Из-за ресурсосбережения сегодня мы подаем намного меньше, но при необходимости 6,5 миллионов система может прокачать. Я не готов ответить точные данные по Нью-Йорку, но то, что наша система больше и она объединяет полный цикл. Мы у природы взяли воду, использовали ее и очищенную вернули в русло Москварики. Воду действительно можно пить из-под крана. Она по качеству, я думаю, что лучше, чем многие бутылированные виды, которые продаются за деньги. То есть вода из-под крана лучше, чем вода за деньги в бутылках? Вода из-под крана полностью соответствует всем параметрам по качеству. Она лучше многих поставщиков в бутылках. Мы работаем с огромным количеством иностранных архитекторов в этой программе. Потому что на самом деле мы-то агрегаторами являемся, вот наша компания. Мы приглашаем к работе, чтобы получить разные проекты. Да, наверное, есть какие-то основные знаковые. Тверская, Новый Арбат. Но в целом за каждым проектом стоит работа большой команды. Это такие же молодые ребята, все у вас работают, как вы? Нет, моложе. Средний возраст сотрудников компании нашей 25 лет. Объясните мне, пожалуйста, вот я москвич. Я рот открыл, как и Олег Попцов в нашем фильме, когда услышал фразу «Воду можно уже не кипятить». Почему? Как-то все москвичи, все именно об этом не знают. Во-первых, с 2012 года в московской воде отсутствует жидкий хлор. Полностью отсутствует? Хлорки в чистом виде больше нет. Раньше была? Раньше была, сейчас добавляется гипохлорид натрия, который не имеет запаха, не имеет токсичности. Или вообще не вреден? Да, он вообще не вреден. И на Тверскую как раз, кстати, голландцы пригласили. Мы в Эстейт, это Адриан Гёйзе, такой очень известный архитектор. Кстати, вы упоминали Мадрид. Вот Мадрид-Рио, это его работа. И приглашали звездных архитекторов для того, чтобы мировой опыт уже сложившийся принести к нам, потому что у нас ничего такого не было. Мы до этого занимались ремонтом, по сути, город. А тут задача-то главная создать общественные пространства нового качества. И мы направляем своих сотрудников в звездное бюро архитектурное, чтобы они там подучились, посмотрели, и весь этот опыт колоссальный привезли в Москву. Ваша точка зрения, липы на Садовом кольце нужны? Да. Вот у МИДа. Да, они нужны, потому что... Или было бы правильно оставить еще одну полосу для машин? Можно спорить сколько угодно об этом, но есть факты, научные подтверждения. Что говорит наука? Опять же, прежде чем убрать ту или иную полосу, или наоборот расширить проезжую часть, либо тротуар, проводится достаточно большой, кропотливый проектно-изыскательский труд, в составе которого входит и моделирование, в том числе и пешеходный трафик, считается количество людей, сколько ходит людей, сколько проезжает машин, с какой интенсивностью они проезжают. Вы все это посчитали? Однозначно. Вот если сейчас говорить о том участке, если вы сказали про Садовое кольцо, от Смоленской площади от МИДа и до Долгоруковской, то на нем выполнено 4 полосы основного хода. То, что мы сейчас видим, на этом участке создание пробок, оно отсутствует. То есть поток идет ровным ходом, 60 километров, которые установлены по Москве, и нету таких заторов, которые были. Потому что произошла полностью упорядоченная в целом всей транспортной системы города. В 2012 году мы закупали гипохлорид на Скоропусковском заводе. Сейчас построен свой завод, который дает гипохлорид с самого высокого качества. То есть вы хотите мне сказать, что в Праге, в Венгрии, в Будапеште, допустим, нет тех возможностей обрабатывать воду, как у нас? То есть у нас какой-то другой уже уровень обработки питьевой воды для огромного города. Да, это правда. Помимо того, что введен гипохлорид натрия за последние годы на станциях водоподготовки, за счет того, что они работают намного ниже своей проектной мощности, имеется возможность, во-первых, за счет более длительного периода очистки повысить качество воды. И введены новые технологии, это озоносорбционные блоки. А вот сколько стоит ввести вот такую технологию, эти самые блоки, например? Это революция? Я бы не сказал, что это революция, но это хорошая, серьезная модернизация. То есть мы сделали гигантский скачок вперед. Наши инженеры, наши ученые. Да, да. Есть профильные институты. Наш институт, Мосводоканал, НИИ проект. Возглавляет его Степанов Михаил Александрович. Там целая команда. Понимаю, что есть школа. Школа. Но или школа может учиться сегодня весь мир, ни больше, ни меньше. Да, да. Если брать тоже Садовое кольцо, на всем его протяжении, а это больше 15 километров, там полосность была до 8 полос в каждом направлении. Но потом оно плавно переходило до 4, а к тоннелям, когда съезжал, до 3. И сразу надо понимать, что на том участке, где 8-10 полос, естественно, там интенсивность побольше, но она все равно приедет в узкое горлышко, так называемое, и все эти 8 будут въезжать в 3 полосы, которые у нас в тоннельных частях. Да, в тоннель, там еще не сделаешь. Поэтому идея в том, что упорядочить за счет полосности и равномерность скоростного потока, она позволяет систематизировать весь поток. Плюс повороты на основные автострады, на второстепенные какие-то улицы, делать специальные разгонные полосы, которые не мешают. Машина уходит правее, не мешает основному потоку, и она спокойно притормаживает, поворачивает на улицу. То есть это целая наука, которую мы сейчас реализовываем. Но это невероятно, я, например, про это не знал. Как может быть так, что мы с тобой журналисты? Даже я не знал. Из того, о чем идет речь, ведь на самом деле задумаемся. Это революция, техническая революция. Очистка воды, лучшая в мире вода, ничего? Конечно. Мы должны все с тобой проверять, мы журналисты, на себе. Бутылку воды набери из-под крана, сдай в лабораторию, и купи такую же бутылку воды где-нибудь в магазине, любой марки. Получишь заключение, я так сделал. Вода из-под крана в Москве в отдельных случаях прав руководителя Мосводоканала лучше, чем вода, купленная за деньги в магазине. Невероятно. Достаточно заметная часть воды, которая у нас продается под видом чистой, очищенной, минеральной и так далее, разливается из того же самого водопровода. Это другой вопрос уже качества воды, вопрос магазина. Но проделать опыт, еще раз, может каждый. Вода из-под крана на анализ и вода той фирме, которой ты доверяешь, невзирая на то, что, может быть, фирма тебя обманет. Но, учитывая сегодняшнее состояние Европы, не уверен, что это комплимент. Вот я задам тебе вопрос. Ты экономист с опытом. Скажи, пожалуйста, как в Париже авария на трубах? Допустим, трубы с газом. Как в Париже их газовая служба реагирует на аварию? В Европе достаточно много раздолбайства своего, так что я вопрос не знаю. Миш, ты уже сказал слово раздолбайство. Это неправильное слово. В Париже тут же выезжает скорая помощь газовая на место аварии. А как у нас, в Москве? Наверное, стоят на датчике. Нет, Михаил. Вот это то, что меня поразило до глубины души. Слово руководителю компании Мосгаз. Газовым хозяйством города мы управляем с одного пульта центральным диспетчерским управлением. У нас единая картинка. Один пульт. Видно все, не дай бог, какая где авария. Все абсолютно видно. Газа, а в Париже обязательно бригада несется. Бригада несется для того, чтобы применять какие-то мер. Пульт. Пульт. Один пульт. В течение 10-15 секунд табло загорается, где утечка газа, где возможна авария. А, по перепаду давления. 10-15 секунд блокируют с пульта весь город на пульте. Блокируют эту аварию. Крупных аварий нет давно. Опять-таки, мы этого всего не знаем. Ну, не знаем, потому что никто не занимается вот такими технологическими проблемами. Все смотрят по поверхности. Это такая кухня, которая обычно оказывается за кулисами процесса. То есть, это несколько систем надежности, как в самолете. Да, вы правы, абсолютно. Московская газовая система, она принципиально отличается от всех. Никто не транспортирует столько газа, как московское ГРУ. Проектная мощность системы 32 миллиарда кубов. Никто в Европе? Никто в Европе и в России. Нет таких ГРУ вообще. В России, понятно, и в Европе. То есть, наша транспортная система соизмерима с транспортными системами стран. У нас есть сети больше диаметром, чем в «Газпроме». У нас есть сети 1200 миллиметров, 12-атмосферной. 7 километров. По этим сетям можно ходить. Они строятся по принципу метрополитена. Вот мы реализовали такой проект 7 километров в черте города за один год. В Москве воду можно пить из-под крана. А Люберцы? Люберцы – город в пригороде Москвы. Думаю, что многие москвичи и люберчане не знают, где границы проходят между Москвой и Люберцами. Нет этой границы. Все сегодня слилось, переплелось. У нас можно пить воду из-под крана. Во-первых, мы очень тесно, опять же, дружим с Мосводоканалом. Мы половину перевели на воду Мосводоканала. Ее можно пить из-под крана. Мы стараемся при этом не просто подключить московскую воду. То есть, Москва Мосводоканал потащил за собой и города. В частности, мы уже завели московскую воду в поселок Тамилино. И планируем дальше ее и в Малаховку, и в Красково. Там, где московская вода, эту воду можно пить из-под крана. Это я гарантирую. Какие потери сегодня? В водопроводной сети на сегодняшний момент потери где-то около 5%. Включая технологически. А в Нью-Йорке, в Токио, для сравнения? Уровень водопроводно-канализационного хозяйства у них не лучше нашего. Даже по уровню потерь в сети параметры схожие. Но по уровню надежности я могу сказать, что у них система менее надежная, чем у нас. Мне так кажется, я как бы сам был в свое время рабочим, был инженером. Вот я частенько перечитываю книгу Гелировского «Москва и москвичи» про всякую грязь. И она очень скромно переходит в такие заключения, что пришла советская власть, покончила и с Хитровкой, и с Сухаревкой. Главное, с Неглиной. Вот то, что затапливалось постоянно, это была Клоака. Я живу как раз на Неглинной улице. Я свидетель всему, что были плевки, мусорные баки, переполненные на Кузнецком мосту, какие-то машины. Был какой-то тихий ужас. Обшарпанные дома сегодня. Если ты хочешь увидеть красивый город, посидеть, как будто это случилось за одну ночь. Ну вот смотри, Собянин ли, вице-мэры. Да. 600 тысяч граждан трудятся в системе ЖКХ Московой. С семьями это почти 2 миллиона человек, которые имеют полное право гордиться своим трудом по результатам. Вы знаете, они гордятся. Летом я был на встрече московских представителей ЖКХ. Это был большой праздник в Лужниках. Все трибуны заполнены были. В целом, московская система, как я уже говорил, это самая крупная система централизованного теплоснабжения в мире. Максимум может выдавать 59 400 гигакалорий в час. Вот если взять 450 немецких городов, где есть системы централизованного теплоснабжения, суммарно сложить их тепловую мощность, будет меньше, чем Москва. Будет около 40 с небольшим, тысяч гигакалорий в час. Москва больше. Надо сказать, что действительно они гордятся тем, что делают. Ты можешь мне назвать фамилию хотя бы одного человека, кто укладывает трубы? Нет. Вот видишь, даже ты не можешь. Который, как у Стаханова, результат. Мы их по именам не знаем. Не знаем. Как Филипп с кем-то подерется, не дай бог, знает вся страна. Еще раз, лучшая вода в мире, трубы на нашу жизнь хватит. Я надежности. И мы не знаем никого по именам, кроме, может, Собянина, вице-мэров, из тех, кто эти трубы кладет в землю. Объем 700 километров в год максимум, что было при советской власти. Потом период спада. И вот период после 2011 года, когда мы можем судить пятилеткой, что мы делаем, зачем мы делаем. И таких объемов, безусловно, не было. Уличная дорожная сеть, например, 109 миллионов квадратных метров. Из них 107 миллионов убираемой площади. То, что каждый день следится за состоянием, чтобы первое не было выбоин на дорогах, чтобы асфальт своевременно заменялся, чтобы дорожное полотно убиралось. Не только дорожное полотно, но и тротуар, и близлежащие территории, любые погодные условия. Более 6000 километров дорог. Я однажды поразился, и даже Собянину об этом честно сказал. Один очень умный человек, просто один из самых умных людей, которых я встречал в своей жизни, он сказал, я к каждой встрече с Собяниным готовлюсь особенно. Так как иной раз я не готовлюсь к встрече в какой-нибудь стране, с премьер-министром. Это глубокий человек. Для него работа главная. Сначала работа, потом дружба, все остальное. Очень умный человек, которого я уважаю, которому я верю. И я вылез из своей машины, я давно не ходил по Москве. Начал с Камергерского, своего любимого художественного театра, и пошел пешком по Пушкинской, к бульварам. Слушайте, я не встретил. Пятница вечер, тепло, ни одного пьяного, ни одной пустой банки из-под пива, валяющиеся у урны, а уж тем более на тротуаре. Давайте мы разделим понятие благоустройства и понятие ремонта. Да. Потому что ежегодно в городе ремонтируется не менее 10 миллионов квадратных метров. Это порядка 670 объектов, где происходит ремонт асфальтов, бетонных покрытий, тротуаров. А если мы будем говорить о комплексном благоустройстве, то есть сейчас происходит в городе, то на сегодняшний день уже сделано более 200 улиц. И в этом году мы будем делать более 80 объектов. Это порядка 86 улиц и 4 въездных групп. Как в ближние годы сколько обновлялось погоду труб? В 90-е годы вообще инженерные системы значительно постарели. Но хотя бы раз было 300 километров по году совсем в веке? Никогда? Никогда не было. А при советской власти? По объему реконструкции нет. А когда уже вы закончите вот с плиткой, со всеми делами? Я думаю, что центр мы закончим в 2019 году полностью. В этом году мы полностью заканчиваем Садовое кольцо. Полностью заканчиваем благоустройство Бульварного кольца. В этом году мы продолжаем благоустройство Тверской улицы и площади Тверской заставы. Мы возвращаем трамвайные пути на Тверскую заставу. Необходимо это, вы считаете? Во-первых, мы повышаем транспортную доступность. Наш департамент принял огромное участие в благоустройстве в прошлом году зоны МЦК. Московское центральное кольцо. Создание круговой железной дороги. И комплексом городского хозяйства в прошлом году было благоустроено более трех тысяч гектаров. Умная вещь эта железная дорога. Она проходит мимо Новодевичьего монастыря, великих памятников России. То есть турист садится в вагон. И он видит город. Благоустроенный город. Три тысячи гектаров вдоль железной дороги. 54 километра. 10-15 минут каждый новый поезд оправдывает себя железная дорога. Она здорово разгрузила город, ваше оценку. Серьезно. Серьезно? Полностью оправдала. И причем в реалии превзошли ожидания. МЦК это один из лучших проектов последних десятилетий. Московское центральное кольцевание. И когда только обсуждался вопрос о том, надо ли это делать, мне довелось вместе с руководством города быть в поезде, где ехали руководители и правительства Москвы, и округов. Дело в том, что окружная железная дорога существует очень давно. Но она почти не использовалась. Там шли в небольшом количестве пассажирские маршруты, когда надо было с одной трассы в летной из Москвы на другую перейти. И очень небольшое количество товарных поездов. А почему она не использовалась? А потому что она в современном формате не очень укладывается в систему организации железнодорожного движения в московском регионе. И даже были голоса, которые говорили о том, что вообще надо ее ликвидировать. Это удобный проект. Он совмещен со многими станциями метро. От некоторых там идти около 10 минут, но некоторые находятся в зоне одной минуты. Пользуются, активно пользуются. Я сам пользуюсь иногда. И особенно это важно для тех, кто вынужден ездить из одного района в соседний район, находящийся по другой ветке метро. Не просто сохранить дорогу, а создать кольцо, которое объединено с системой московского метрополитена и с вылетными трассами электричек. Плюс ко всему, вагоны повышенной комфортности. Эти же вагоны сейчас запустили в пригородное сообщение. И это очень качественные вагоны. Это модульная система. Это прорывное вообще на самом деле направление для перевозок как пригородных, так и по МКЦ. Во-первых, это очень грамотно продумано. Во-вторых, очень толково исполнено. Пересадочные узлы и со станциями метро, и со станциями пригородных поездов. Продумано расположение самих остановочных пунктов так, что они действительно возле жилых кварталов, там, где людям удобно и надо. Качество поездов людей устраивает. Это блестящий пример того, как можно без гигантских вложений, а там вложения не гигантские, они вполне разумные, решить очень серьезный вопрос. Вложение в городскую среду, вложение в развитие дорожного хозяйства, вложение в развитие благоустройства, они не имеют никаких прямых экономических эффектов. Им это должны понимать. Ведь это развитие, пока нет дороги, нет школ, пока нет дороги, нет больниц. Сколько стоило запустить эту железную дорогу фактически в центре Москвы? Это были колоссальные вложения, но они себя оправдывают. А вот, собственно, капитальный ремонт домов сколько отремонтировано? Начинаем с центра. Вы знаете, на сегодня отремонтировано более двух тысяч домов. Мы говорим о живых домах. Там есть отдельная история с объектами культурного наследия. Это достаточно непростая работа. Но прежде всего на первом месте жилые дома. Прежде всего, живые дома. Их ремонт. Сколько еще раз отремонтировано за последнее время в центре? Более двух тысяч домов. Саш, ну откровенный разговор. Большие гонорары вы получили за Тверскую, за другие улицы? Богат не тот, у кого много, а тот, кому достаточно. Действительно, в Лондоне намного дороже. Такая работа... Да, конечно. То есть во всей Европе такая работа выше стоит, чем у нас? Конечно, безусловно. Мы первые такие на рынке, поэтому было сложно оценить эту работу. Но у нас первый такой опыт московский. Первый пилотный проект, и сейчас мы переходим уже по федеральной программе, и мы делаем 360 городов практически. Собянин приглашает молодых людей. Еще раз, это у них сегодня будет 300 с лишним городов других. А Москва для этих дизайнеров первый опыт, и Собянин не боится рисковать. Дело в том, что Собянин не боится смелых решений, непопулярных в тот момент, когда они совершаются, но которые заведомо просчитаны, имеют положительный результат. Много пришлось восстановить исторического фасада, скульптур, художественные лепнины. Прошла глобальнейшая работа по замене лифтов, машин и механизмов. А из лепнины сколько осталось от первых лет? Минимально. Минимально? Минимально. То есть все. Восстановили огромное, колоссальное количество... По эскизам, чертежам? И по эскизам, и по чертежам. Это была большая реставрационная работа. Но если говорить о перекрытии, конструкция здания, то она в хорошем стане. Были заменены тепловые пункты, были заменены коммуникации, были заменены системы мусоропровода, отопления, кровли, фасадные работы. Людей не пришлось выселять частично? Нет. А часто приходится выселять людей из домов, чтобы потом вернуть? Это большая проблема на самом деле договориться с жителем зайти в его квартиру. Не каждый готов впустить на замену коммуникации в квартиру. И это на самом деле одна из самых больших проблем договориться с жителем. У нас, в принципе, проектная работа строится по довольно сложному и новому для России циклу. У нас сначала наши специалисты делают социокультурные исследования. То есть вы жители советуете? Вот, например, нам нужно сделать проект Тверской улицы. Есть разные группы пользователей на Тверской. Это центральная улица. Там не только жители, потому что на самом деле у жителей довольно такое понятное требование к этой улице, чтобы было спокойно, безопасно. На Тверской много офисов. У офисных работников немножко другой запрос уже. Им нужно выскочить из офиса, пообедать или назначить встречу в кафе в соседнем. Ну да, конечно. Другое передвижение. Есть еще туристы, которые всегда тоже придут на Тверской, это центральная улица. У туристов свой запрос. Жителям детские площадки нужны, туристам нужна прогулочная зона. Вы знаете, непростая задача. Разные абсолютно запросы свести в один проект. Парковки, эвакуаторы непопулярны, но очень быстро в городе стало легко передвигаться. Савянин не может не понимать, что ну выборный год. Впереди выборы муниципальные, через год выборы мэра. Непопулярные какие-то рискованные действия, но оправданный риск, потому что в обозримом будущем в ближайшее время это дает положительный результат. Мы еще собирали отзывы по улице, например, это Инстаграм, социальные сети, Твиттер, Фейсбук. Наши письма это социальные сети. Вот что-то произошло не так. Это как, знаете, Черномырдин когда-то о Чубайсе говорил, стоит нашему Анатолию рот открыть, как ему сразу насуют. То есть сразу интернет начинает говорить. Конечно. И собирали, собственно, вот эту всю информацию, в том числе, что люди говорят про улицу. Только-только не поговори с народом. Только-только разреши пустить слухи. Почему кладут эту плитку и так далее. Речь идет с одной стороны, конечно, о том, чтобы рассказывать о хорошем, но с другой стороны и главное, непрерывно, широко советоваться с людьми. Это 21 век. Это мегаполис, столица мировая. Я вот тоже не понимал, зачем нужна тотальная реконструкция города, когда можно участок сделать в квадратном гнездовом способе. Вот отремонтировали кусочек, дальше пошли, еще кусочек дальше. Мне говорят, а если как ты корову предлагаешь по кусочкам, это будет во много раз дороже. Это тоже просчитано. Это гораздо большие затраты. Здесь единственное не хватает важнейшего элемента. Лидей надо делать участниками. Например, мы в свое время, когда была довольно-таки неприятная стройка, спросили у жителей, как лучше, три года в одну смену или за один год в три смены. И жители согласились, что лучше, конечно, в три смены, но за один год. Экономия средств. Да, экономия на масштабе. Понятно. Дешевле, действительно? Это дешевле. И второе, уложиться в летнюю паузу, потому что кроме лета по-другому нельзя. Это логично. То есть смотри, у них, у команды Собянина, на все есть жесткое объяснение. Вот я считаю, что строителям надо почаще извиняться за неудобство, говоря о том, что будет потом гораздо лучше, говорить о реальных сроках. Действительно, мощнейшие проекты, в том числе и общественный транспорт. Мы закупаем вагоны метро, которые обслуживают те, кто нам продают. В течение 25 лет жизненный цикл. Это тоже огромнейший шаг вперед. Мы снимаем с себя время заниматься профилактикой. Еще это делают те люди, которые продают, они заинтересованы делать качественную вещь. Но разве вы депутаты в должной мере сегодня, депутаты Мосгордумы, объясняете людям, жителям значение во времени? Всегда. И вот если этот брать последний выбор, то он начинает... Подожди, кроме Валера Виноградова, я его сто лет знаю, я не знаю ни одного префекта, который сразу в первый же день, когда о пятиэтажках пошла речь, вышел к людям объяснять. Это диалог с людьми. В результате встречи люди все-таки уходят с пониманием. Это лишний раз говорит о том, что не хватает информации, когда что-то делается. Я помню, когда Шварценеггер пришел, стал губернатором, он сказал, я ничего не понимаю в экономике, но я вижу, что люди стоят в пробках, это время они отнимают от семьи, от детей, мы будем строить дороги. И началось такое глобальное строительство дорог, но везде были плакаты, извините, за временное неудобство, это мы делаем для вас. Я считаю, что такие вещи надо делать гораздо больше, разъяснять, приводить цифры, рассказывать. Власть умеет работать, она действительно, она не умеет рассказывать о себе. Английская газета, крупнейшая, изучавшая ваш опыт, пишет, у Собянина сегодня, кажется, слово кажется, присутствует, лучшая команда менеджеров в Европе, это их оценка. Знаете, когда-то тоже английская газета, по-моему, 2002 год, они очень много писали о Путине, новый президент, и английская газета написала о Путине, у него за улыбкой стальные зубы, мне очень понравилось, то есть жесткую, сильную руку, они чувствовали, видели уже тогда. Будет наводить порядок, не даст России распасться, вернет заводы, весь 62 завода, крупнейших в России, молодые форматоры, пустили под нож, 187 Путина вернул, просто руин поднялся. Отсюда наши ракеты сегодня, но отсюда получается и газ, и вода, не только в Москве, ведь этот ваш опыт действительно изучают сегодня, что называется, всем миром. Так оно и есть. Вы же поймите, когда мы идем по городу и увидим куда-то несущиеся аварийные автомобили, это всегда вызывает определенную грошу. Всегда эмоцию вызывает. И мы свой процесс поставили так, чтобы не нагружать городскую среду вот этим негативом. Вот то, о чем мы говорим сейчас, правда революция, но получается, что в Париже какой-то там другой век. Мы все еще недавно пережили 90-е, когда рушились школы научные, одна за одной в оборонном комплексе прежде всего. Да. И вдруг выясняется, что по газу сегодня мы имеем то, что не имеют даже натовские страны, Мосводоканал, такая же история. Я думаю, что первое чудо это люди. Не уехали, не спился никто. И сегодня просто вот этот эффект он стал видным. Вот бы фильм об этом сделать. Какой ценой мужики сохранили свой навык, вопреки всему воспитывали учеников, чтобы в 2017 году руководитель Мосводоканала мог с гордостью сказать, мы лучшие люди. Были сложные времена, но это тот момент, когда количество переросло в качество. Я дружил, дружу с многими бывшими начальниками департаментов. Леонид Краснянский, Владимир Малышков, ваши предшественники. И вдруг сменяет вот то поколение опытных специалистов, совсем уже немолодых людей, ваше поколение. Откуда вы взялись? Мне казалось, никто не готовил к такой вот работе. И наваливаетесь на город с чувством колоссальной ответственности. Вот это у вас не отнять. Я родился в этом городе. Я люблю его. У меня родились дети в этом городе. Я учился здесь. Я работал. Мы реализовывали очень много проектов в городе. Я люблю его, поэтому я выполняю то, ради чего я учился, для чего мне родили родители, то образование, которое мне дали. И окружение, которое сейчас у нас в комплексе, непосредственно состав, вы правильно говорите, он достаточно молодой. И все руководители департаментов, заместители, они все с профессиональными образованиями, позволяющими реализовывать эти программы. Нельзя так говорить, что мы не задумывались, но мы выполняем тот функционал, который на нас сейчас возложен руководством города. Такой вопрос вы задали, он несколько меня смутил. Я никогда не забуду. Я очень переживал за реализацию Триумфальной площади. Я там достаточно активное участие принял и горжусь этим, что судьба мне позволила в этом участвовать. То, как изменилась Триумфальная площадь, вот для меня это показывает, как мы меняем вообще в целом комплексно в городе представление вообще, каким он должен быть.